Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 29 октября По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день богини Рожаны. По народному месяцу слову Лонгин сотник, Лонгин вратник. В этот день христиане чтут память мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Образ воина Лонгина в народном сознании связывается с образом сторожа, охраняющего дом от темных сил. Согласно поверьям, святой Лонгин стоит у ворот и не пускает нечисть во двор. Сами же ворота считались в народе своеобразной границей между своим миром, миром дома, и остальным, чужим миром. Поэтому над воротами вывешивали образа. В качестве оберега прикрепляли к ним сретенскую или венчальную свечу. Хорошим оберегом считались и все острые металлические предметы. Чтобы отпугнуть от дома непрошенных гостей, в щели ворот втыкали колючие растения. Боярышник, терновник, шиповник, крыжовник, ежевику, можжевельник, репейник, реже ветки хвойных деревьев. Связано это было с тем, что колючие растения казались крестьянам похожими на острия металлических предметов, таких как игла, коса, барана и т.д. Благодаря преданию, святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнышке. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», – говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хворя. В этот день примечали. «Если звезды на Лонгина яркие, жди хорошей погоды, а если тусклые, ожидай дождя и снега». Луна мутновата и бледна, возможны мороз и снег. «Солнце бредет в облаках, как в тумане, к ненастью». «Гусь на одной лапе стоит, одевайся потеплее». «Ветер подул с севера, дождя не будет, а небо прояснится». А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день богини Рожаны. Богородица Рожана, мать Родиха, Рожаница, вечно молодая небесная Богородица, богини семейного достатка, душевного богатства и уюта. Богородицы Рожане совершали жертвоприношение блинами, оладьями, хлебами, кашами, медом и медовым квасом. Древний славяно-арийский культ Богородицы Рожаны связан с женскими представлениями о продолжении рода и судьбе новорожденного младенца, которому определяется судьба. Небесная Богородица Рожана во все времена покровительствовала не только беременным женщинам, но и младым девочкам, пока они не прошли обряда совершеннолетия и имя наречения в 12-летнем возрасте. Возраст этот выбран нашими предками не случайно. Это 108 месяцев славяно-арийского календаря, период взросления и обретения начального жизненного опыта. Кроме того, рост ребенка к этому возрасту достигал 124 см, или, как говорили в древние времена, 7 пядей во лбу. До прохождения обрядов любой ребенок, независимо от пола, назывался чадо и находился под обереговой защитой своих родителей, которые отвечали за него. После прохождения в 12 лет обрядов совершеннолетия и имя наречения ребенок становился полноправным членом общины и сам нес ответственность за все свои слова и поступки. Богородица Рожана покровительствует не только беременным женщинам, также она помогает и выносить, и родить, то есть воплотить в жизнь благою идею человека. Рожана – богиня-покровительница чертога Щуки в Осворожьем Круге. Считается, что когда ярело солнце находится в всем чертоге, рождаются люди, чувствующие себя везде, как рыба в воде. С древности люди славили и благодарили Богородицу Рожану за ее покровительство и заботу. Да и сейчас не забывают ее, почитают от всего сердца и души своей. Вот какое чудесное стихотворение посвятила богине-рожане Марина Волкова – Славодара. Звезд полна небесная креница, На траве хрустальная роса, И в очах богини-рожаницы бирюзой сияют небеса, В час, когда гуляет вольный ветер По лазурной облачной степи. Зрит богиня, как земные дети, В мир идут по млечному пути. Тканный пояс путеводной нитью Распускает в небе мать богов. Души в явь идут не по наитью, Их ведет вселенская любовь. И не знают жены боли и муки, Коль богов и предков чтят своих. Мать Рожана Ласковые руки принимает русичей младых. И сквозь дымку звездного тумана Видит мать из-под усталых век. На дитя прекрасная Рожана Одевает яргу оберег. Слава богине Рожане! Слава светлым богам и предкам нашим! Братья-месяцы Деньги Братья-месяц Братья-месяц Субтитры создавал DimaTorzok